Еще сто лет назад в западном флигеле подмосковной усадьбы Архангельская князья Юсуповы выставляли уникальные парадные кареты. В минувший уикенд мы нашли здесь не менее увлекательные экспонаты. Десятки уникальных машин, выставленных на фестивале «Автокультура». Создавая концепцию нашей экспозиции уникальных автомобилей, мы задействовали историческую часть, которая занимает примерно 10 гектаров от основной площади территории музея-усадьбы, которая насчитывает 83 гектара. Около сотни редких янгтаймеров, классических автомобилей и спорткаров на время стали экспонатами музея под открытым небом, организовать который помог автоклуб «Ветерок». Самая наша основная масса машин, которая вступает в клуб, и мы брали на выставку, это машины 80-х и 90-х. То есть это машины в основном со спортивной историей интересной, к ралле, к кольцевым гонкам имеющие отношения и так далее. Самая старая машина из 60-х – это «Ягуар» и «Тайп» с двигателем 3.8. Еще один любопытный экспонат, помладше – «Лянча Дельта Интеграле». На реставрацию купленного 5 лет назад автомобиля ушло 2 года. Концептуально. Это машина, которая сделана на базе серийной, и это шестикратный чемпион ралли. Среди гостей были и профессиональные автогонщики. Я очень рад, что я приехал на этот фестиваль автокультура в Архангельском. Дело в том, что я сам люблю классные машины, я люблю ретроавтомобили, да и вообще все интересные машины, поэтому я не мог не приехать, тем более, что это вообще моя тема. Ретроавтомобили заехали в Архангельское всего на пару дней, а с началом рабочей недели вернулись в тишину частных коллекций и на столичные дороги.